Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Семья Колесниковых. Да, вы не ошиблись. Именно о канале Семья Колесниковых. Да, ребят, канал Колесниковых снова на месте. Правда, когда я на него зашла, там ещё получается, что аватарка именно от Металлики. Ещё они не поменяли на своё. И это лишний раз говорит о том, что, скорее всего, канал был взломан, и они пытались его вернуть. Но каким образом остались все видео сохранённые? Обычно, вы знаете, когда канал воруют, когда канал, значит, взламывают, то видео удаляются и загружаются свои видеоролики. Здесь всё на месте. Новых видеороликов пока нет. Ну, может, появятся после моего выпуска или во время моего выпуска обзора. Но, опять же, ребят, что я хочу сказать. Вот смотрите, сколько времени прошло, да? Сколько времени у них как взломали канал. Ну, понятное дело, что они его не продавали. Но кому нужен канал каких-то российских блогеров, у которых там просмотров с гульки нос? Значит, и Колесниковы ничего нигде никому не сообщали. По-моему, ВКонтакте Колесников написал, что якобы канал у него взломали, да? Но ВКонтакте есть же Яндекс.Дзен. Я же и говорила про Дзен. А на Дзене был загружен видеоролик Металлики. Для чего? Почему и зачем? Это мне до сих пор, если честно, непонятно. Ведь можно было написать пост на Яндекс.Дзене, рассказать о ситуации. Ну, понимаете, здесь, как всегда, чудил-мудрил Лёха. Они ж привыкли, понимаете, врать. Привыкли сочинять, выдумывать. Поэтому, мне кажется, он просто держал интригу. Ну, или как это можно назвать? Ну, и знаете, я не знаю. Толку, конечно, от канала мало. И дохода там от этого канала практически не было. Но всё же какие-то копейки были. Потому что фанаты-то у них всё-таки есть. Которые ко мне прибегали на канал, написывали. И к малинке там налёты делали. То есть есть у них подписчики, которые стояли горой за них. Но, тем не менее, почему-то Колесниковы, да, даже таким любимчикам не соизволили сообщить. О том, что канал взломали, либо заблокировали, ну, либо продали. Ну, это я так, допустим, к примеру, да. Ну, получается, что плевали они на всех и на всё. Им главное в жизни было, чтобы просмотры были, чтобы подачки на стримах были. Потому что работать-то не любят. Мы все знаем прекрасно, что Лёшка не работает и не работал никогда. Светка-то, понятное дело, там дети один за одним, когда там работать. Там-то и организм не успевает восстанавливаться. Да и куда она работать, ребят, пойдёт? И работа же не для Колесниковых. Вы что? Какая работа? Они привыкли дурака валять. Не знаю, ребят, что они будут говорить на канале, как они будут теперь выкручиваться. Мне вот, правда, сейчас интересно послушать речь Лёши Колесникова. Он же, как всегда, посмотрите, усядется на кухне на диване и будет нести такую чушь. Я думаю, что он уж прям речь сейчас записывает и обдумывает, что же он будет говорить. Кстати, посмотрела я даже, ребят, по статистике. И когда просматриваешь статистику, выбивает почему-то канал Металлики. И, конечно же, там в минусах огромное количество просмотров. Понятное дело, что получается, что канал вернули и списываются просмотры видеороликов, которые были загружены именно по Металлике. И сколько там этих просмотров было. И всё это списывается. Канал даже ещё опять не сменили на Колесниковы, на название «Семья Колесниковых». Короче, пока даже в статистике ещё путаница. То есть это говорит о том, что, ну, действительно, канал был взломан и, возможно, Лёха его отвоёвывал. Интересно, что написано, что якобы канал принадлежит США. Но либо это Лёха начудил, либо ещё не поправил. Про собаку, ребят, я уже вам рассказывала и говорила. Это мне писала в комментариях якобы человек, который живёт недалеко от них. Не совсем рядом, но именно где-то там у них получается, что по улице. Не знаю, достоверная информация или нет, но всё же женщина написала, что это правда. Посмотрим, ребят, что же на этот счёт нам расскажет Колесников про Ладу. Где их Лада, что случилось с Ладой. Естественно, комментарии по-прежнему они будут удалять, кто бы что им не написал. Они же не любят правду. Точно так же, как и Уралочка. Вот так, ребят, и получается, что потом корона падает, да. Как бы плотненько они на себя эту корону не напяливали, не держится она. Поэтому не стоит даже примерять. Как Уралочка говорит, спадывает, спадывает. Поэтому не примеряйте, не примеряйте корону. Потому что, примерив и плотненько натянув на свои бошки, вы её тут же потеряете. Кстати, ребят, два часа назад Колесниковы выпустили видеоролик на Дзене. Маленький такой видеоролик, где они показывают тарелку с сосиской, с пюрешкой, с салатиком. И, что интересно, видеоролик с Металликой на месте. Я говорю, что Колесников что-то намутил и начудил. Канал, возможно, таки взломали. Но он просто не хотел выставлять себя, как бы, ну, как это так, у Колесниковых украли канал. Поэтому пытался намудрить, начудить. Скачал этот видеоролик, загрузил его на Дзен, дабы людей, слушайте, задурить окончательно. Видимо, он не понимал, да, что получится у него вернуть канал. Либо что, ребят, я здесь никак не могу пока пояснить, чем думал этот человек. Хотя, вы знаете, есть ли там чем думать вообще? Он лишь только умеет отмазываться, врать. И поэтому, я думаю, что он особо-то и не раздумывал, и не мыслил, и думалку свою не загружал. Ему лишь бы запутать зрителей. Ну, у меня лично такое мнение. Думаю, что скоро видеоролики и на Ютубе будут появляться. Раз на Дзене появился, да, маленький видеоролик, скоро выйдут и на Ютуб. Ну, будем ждать, ребят, с вами объяснений. Будем ждать, что же нам расскажет семейка Колесниковых. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok